Рождество, святки, встреча с традицией Каждый год накануне празднования Нового года в светских СМИ появляется информация, в чем встречать праздник. Знания эти берутся из гороскопов и прочих чуждых любому верующему, да и просто образованному человеку, источников. Организаторам проекта «Рождество, святки, встреча с традицией» есть что противопоставить. Уж они-то знают, в чем отмечали Рождество наши предки. Не обязательно, да и почти невозможно раздобыть к празднику подобный наряд. Но от этого ничуть не менее интересно послушать, как это было на Руси. Здесь вы видите два костюма из оба русские, да, но оба такие своеобразные, да, со своими особенностями, из разных губерний России. Вот это костюм северно-русский, это костюм южно-русский, это Олоницкая губерния. По образцам все, да, выполнено по образцам музейных экспонатов. Это вот рубашка, оригинал этой рубашки хранится у нас в Российском этнографическом музее, а оригиналы элементов этого костюма хранятся в Государственном историческом музее в Москве. Да, ну вот, то есть, как пример, да, можно сходить, посмотреть, загореться и сделать себе костюм. Для того, чтобы понять, почему именно так выглядит костюм, то надо понимать, да, какие материалы были доступны людям, ну, на каждой конкретной территории, да, какие красители им были там доступны, какие были, ну, какие-то ориентиры все равно, да, в городе же как-то, ну, начиная с определенной эпохи по-другому стали, да, одеваться очень сильно контрастно, да, и как-то какие-то элементы стали проникать в народный костюм из городского костюма, да, то есть, если вот это вот все учитывать, то становится понятно, почему они такие, да, эти костюмы. Но надо сказать, что базовый элемент русского традиционного костюма – это, конечно, рубаха. Она есть и в зелено-русском комплексе, и в южно-русском комплексе, да, и самая богато украшенная частью рубашки – это рукав, потому что ее видно, да, и вот тут уже умелицы, да, не ленились и показывали все свое мастерство девушке, да, и женщины на праздник одевались, конечно, в костюмы, которые показывают вот ее, да, как рукодельницу, показывают ее терпение, показывают, да, ее вот, ну, вкус, да, вот как вот это вот все сделать, изготовить. Рождественским праздником предшествовал период поста, когда, ну, больше всего женщины были заняты рукоделием, ну, и, собственно говоря, вообще зимний период, да, не было полевых работ, было больше времени, больше акцент делали именно на эти работы, ну, и, конечно, надо понимать, что для того, чтобы изготовить костюмы, да, сколько нужно потратить на это сил, ведь, да, и не даром же говорят, есть такая, да, поговорка, что рубашка в поле выросла, действительно, это надо вырастить сначала, подготовить материал, сделать нитку, соткать, вышить, да, то есть это были, было особое отношение к этому костюму, да, и, ну, вот, я, конечно, не умею изготавливать ткань так, чтобы прямо начиная от обработки лина, как растение, да, но на изготовление вот этих костюмов, ну, вот эти рукава, например, для луницкой рубашки я где-то около года вышивала, потому что, ну, вот, особенно та техника, которая вот здесь использована, она делала в верхней части полика, она, это вышивка по счету ниток, то есть нужно попадать в просвет между переплетением нитей, да, и кажется, ну, да, там, ну, что-то такого, а на самом деле, ну, где-то один квадратный сантиметр, это где-то около часа, да, вышивки, поэтому все это достаточно долго, трудоемко, но в этом есть, конечно, очень много пользы в этом труде, на самом деле, он сосредотачивает как-то, да, ну, кроме того, что доставляет огромное удовольствие, конечно, да, процесс создания чего-то, да, вот чего-то настолько прекрасного, да, что это сделано твоими руками, наверное, это очень как-то, не знаю, возвышает, может быть, человека, как-то заряжает его энергией, да, вообще к созданию, к творению. Дело в том, что вот мы готовимся праздновать, да, и любой праздник, он же, ну, вообще, как жизнь человеческая, она состоит из разных сфер, да, в традиционной культуре, в период святок, в период рождественских праздников звучали песни, да, и совершались там, ну, разные обрядовые действия, там, обходы дворов с поздравлениями, с подарками, и, конечно, то, что, да, то, что, то, во что ты одет в этот момент, оно тоже тебя определенным образом как бы образует, собирает, да, и вообще, вот, если говорить об опыте ношения традиционного костюма, ведь совершенно по-другому себя ощущаешь в нем, вот то, как мы чувствуем себя в современной одежде, да, совершенно другая какая-то пластика, да, тело, когда одеваешь костюм, то совершенно хочется так спину выпрямить, совершенно походка становится другая, ты вообще как-то наполняешь, да, вот, и этот костюм, и пространство, то есть очень полезные такие вот ощущения. Зимой традиционный костюм включал и верхнюю одежду. Ну, конечно, немыслим праздник без специального наряда. Наряд, конечно же, подбирался самый лучший, вот, и, конечно же, существовало ранжирование самих праздников, но вот Рождество – это, конечно, очень большой праздник, и все старались очень нарядно одеться. Вот, на мне тоже нарядный костюм, костюм Вологодской губернии. Вышит он тоже вручную, вытканные элементы на рукавах, тоже такой вот он весь богатый, красивый костюм молодой жены, молодухи. И, конечно же, особое значение в зимний период, осенний, вообще в холодное время года, у нас достаточно холодная страна, имела верхняя одежда. Конечно же, когда совершались праздничные обходы дворов на Рождество, христославление, или даже молодые, особенно отчаянные ребята, значит, пускались каледовать, шутить, редиться и так далее, конечно же, они старались одеваться очень тепло. Вот, поэтому сейчас мы посмотрим и поговорим немножко о разных типах верхней одежды. Она тоже очень разнообразная, причем она может быть разнообразна даже в пределах одного региона, существовать разные типы могут. Вот у нас здесь первая висит, немножко похожая на шинель, но это не шинель, это поддевка. Значит, эта поддевка, у нее есть такой воротник, стойка, отстрочка здесь машинная, такая очень фигурная, красивая, специфический такой старинный крой с карманом, с отрезной линией талии. Такой вот внешний вид верхней одежды может быть непривычный для современного глаза, кажется, что ну здесь юбка, а это тем не менее мужской наряд. Вот, ну вот такая вот отрезная талия на сборку, собранная такая нижняя вот эта часть, как раз была характерна для поддевок. Они были не только мужские, но и женские. Вот, если мы посмотрим, здесь тоже в нижней части вот таким же образом оформлена такая юбка, а попереду уже запах и достаточно теплая, изнутри простеганная подкладка. Вот, и отделка, ну вот для женщины, конечно, более такой нарядный вид придает и сукно светлое, и отделка бархатом черным. Дальше интересный тип одежды – это шугай. Вот, смотрите, два шугая, они разные, вот, но сходный у них крой. У них тоже есть такая вот спинка со сборкой и глубокими складками, вот, но уже такими более выпуклыми, да, и одежда сама более короткая, укороченная. Вот такой шугай могли надевать с более дорогим парчевым шелковым комплектом, да, с старинными сарафанами тяжелыми, которые надевали в несколько слоев, во-первых, чтобы было тепло, во-вторых, чтобы показать, что, в общем, есть чем гордиться семье в плане достатка и состояния. Вот, такой более спокойный, да, внешний, ну, вот, из бархата тоже достаточно дорогой ткани, покупной ткани, тоже вот изготавливали такие шугай. Интересный тоже женский вид верхней одежды – это пятишовка. Вот такая вот интересная одежда, в которой юбка кроится из таких отдельных клиньев, и получается очень красивый силуэт. На девушках очень красиво смотрится. Ну, и, конечно, шубка. Вот мы говорим, поддевка, да, у мужчин. Мужчины поверх поддевки обязательно надевали тулуп, когда особенно холодно становилось. А женская шубка, особенно на русском севере, вот она могла выглядеть вот так роскошно. У нас это, конечно, такой же стилизованный вариант, внутри у нас такая подстежечка. Ну, вообще, внутри, конечно, должен быть мех, да, который вовнутрь к телу прикасался, а сверху уже крылся каким-то дорогим материалом, парчой, шелком, ну, таким обязательно покупным. Северные русские, несмотря на то, что крестьяне, тем не менее, были достаточно зажиточными. По северу проходили богатые торговые пути. Они могли себе позволить приобрести драгоценные ткани из Китая, из Европы, откуда только они не шли. Ну, а мех – это местное богатство, которое было доступно промысловикам северным. Ну, и более легкий тип одежды, просто для того, чтобы мы понимали, что она очень разнообразна, я вот хочу показать вам по ниток. Это одежда, напоминающая немного халат. Здесь мало швов, менее сложная по конструкции, облегченная, подкладка у нее нестеганная. Ну, вот такое больше было в более теплое время года использовалось. Но тоже шилась из сукна и изнутри, как правило, подбивалась какой-то более простой тканью, льном или хлопком, коноплей, в зависимости от того, что было доступно мастерице. Рассказ о народной зимней одежде не был бы полным без упоминания головных уборов. Я хочу рассказать вам о таком головном уборе замечательном. На самом деле он сейчас, конечно, выглядит как такой очень зимний, на наш взгляд, как будто бы войлок, шерсть, он для зимы хорош. И на самом деле надевают наши мужчины, когда идут в современных условиях калядовать, они надевают такие шляпы. Но, если честно, шляпа – это летняя. И напоминает она нам по форме цилиндр. Ну и создавались аналогичные шляпы как раз в то время, когда в светской культуре были модны цилиндры, то есть где-то в первой четверти XIX века, ну и вообще весь XIX век, собственно. Шляпа – это имеет название грешневик. Не только благодаря своему цвету, но и благодаря вот этой форме. Считается исследователями, что вот эта форма была ассоциирована у потребителей, крестьян, которые носили такие шляпы. Она ассоциировалась с таким гречневым куличиком, который являлся в XIX веке и, возможно, ранее, таким уличным фастфудом. То есть продавцы набирали крепкую гречневую крупу в стакан, отбрасывали этот стакан на сковородку с шипящим маслом, зажаривали, получался такой куличик в форме, собственно, вот стаканчика, да. И, собственно, так готовился этот фастфуд и подавался проходящему, прохожему, можно было купить такую еду. Собственно, поскольку шляпы часто делались с коричневой шерсти, вот такой формы, она приняла название этого блюда, этого лакомства «Грешневик». Просветительская сторона проекта «Рождество, святки, встречи с традицией» – лишь одна из его граней, так как проект семейный, главная его составляющая – это практика, а точнее опыт привнесения в семейную подготовку к Рождеству русских народных традиций. Дети и родители рисуют, мастерят, играют, поют, ставят вертеп, учат калятки и все это вместе. Присоединиться к проекту могут все желающие, найти одноименную группу можно в сети ВК. Ведут его, как вы уже могли убедиться, серьезные эксперты, искусствоведы и этнографы. Три года назад мы сделали наш первый календарь. Я и мой супруг художники, и мы нарисовали такой интересный рождественский плакат, можно сказать, картинку, в котором хотели отобразить традиции, традиционные обряды, обытовавшие на святках и на само Рождество. И сделать его таким сказочным, понятным детям. И родилась идея сделать к нему интересные задания. В общем, распространенный адвент переделать в обычный наш рождественский русский календарь. И сделали интересные задания. Очень много людей захотели такое приобрести. И мы рассылали его по всей стране, можно сказать. Была система таких писем каждый день, которые дети открывали, выполняли какие-то интересные задания, узнавали новые материалы для себя. В основном по традиционной культуре. Ну и, конечно, православное воспитание тоже имело мое место быть в этом проекте. Опробовав такой формат, мы поняли, что надо идти дальше, потому что этого недостаточно. А задания мы готовили не просто так. Мы попросили наш коллектив, нашей площадки для досуга семей «Золотник», чтобы каждый из них приготовил что-то интересное по своему профилю, рассказал. Поэтому там были задействованы специалисты и по фольклору, и по росписям, это вот я традиционно, и по преподавателю русско-классической школы. Поэтому были такие разнообразные задания. И на следующий год запустили уже такой интересный именно онлайн-проект. Наша задача была не делать вебинары или видеоконференции. Мы хотели, чтобы дети занимались со своими родителями в кругу семьи за столом без экрана и только что-то могли посмотреть через видео, какой-то ряд увидеть к этому, да, сопровождающийся. Но они сидели в зуме и, в общем, живое общение в семье. Вот, поэтому мы проиллюстрировали все эти материалы, которые собрали с наших специалистов на интересные разные темы подготовки к Рождеству и, самое главное, еще и к святочному периоду, что сложнее найти, на мой взгляд. И все это родители распечатывают, все этой информацией пользуются. И каждый день у них разные-разные материалы, задания. И вот в прошлом году очень хорошо прошел этот проект. И в этом мы уже вот второй, можно сказать, поток. И многие из прошлого года, хотя многие материалы у них уже есть, они все равно присоединяются и хотят узнать и с нами быть вместе. Я хочу отметить, что я все-таки была не как автор, а как организатор этого проекта, да, как просто мама, которая искала, у меня у самой трое детей, которая искала материалы разные и привлекала специалистов. Я хотела, чтобы мы узнавали, и подписчики, группы мои тоже узнавали этот материал именно из первых уст, скажем так. Поэтому по разным темам были привлечены самые разные специалисты. Все темы, конечно, объединяет именно подготовка к Рождеству. Этот путь, мы его проходим вместе, готовимся очень тщательно с детьми. И вплетаем туда разные и традиции, самые яркие, наверное, такие, самые интересные. При этом стараемся и познакомить детей и со сказками традиционными. И дать какое-то общее понимание того, как проходила раньше вообще в принципе подготовка, жизнь людей. И дети, конечно, на это очень откликаются, потому что это же очень интересно, это здорово. Это не сидение в телефоне, да, это живое какое-то общение, пища для их ума. И поэтому многие даже задания у нас рассчитаны на выполнение старшими детьми с младшими, с папами. В общем, мы стараемся вовлечь всю семью и чтобы всем было интересно. То есть это не какие-то небольшие там мастер-классы, да, для малышей. Это просто вот целая атмосфера, которую вы можете при помощи нашего проекта создать в себя дома. При подготовке к Рождеству можно привлекать не только своих домочадцев, но и дружественные семьи. Так, например, семьи Владыкиных и Николаевых вертеп делали сообща. С каждого по таланту. И получился шедевр. Мы с супругой очень давно интересуемся русско-народной культурой. Прониклись ей. И перед нами стояла задача не только участвовать самим, но и привлекать к этому участию наших детей. А у нас их четверо. Три мальчика и одна девочка. Вот. И такие народные театрализованные действия, как святочные гуляния, они более чем позволяют эту мечту реализовать. И вертеп нам очень помогает в этом смысле. Поэтому вертеп у нас изначально не было. Но была идея в Рождество делать какие-то праздники совместные с детьми. Поэтому пришлось вертеп придумать самому. Так как предполагалось, что он должен был быть передвижным, поэтому я его придумал сборным. Он полностью собирается в небольшого размера коробку, переносится и обратно собирается уже на месте. С подсветкой, с фигурками. Фигурки расписывал наш очень хороший друг крестный одного из наших детей, Станислав Николаев, иконописец. Вы знаете, ну, не совсем традиционно. Вот то, что мы видим обычно на традиционных исторических вертепах, это все-таки фигурки сделаны, да, какие-то тряпичные. Ну, делали кто, в общем-то, во что гораздо. Бывает деревянные резные фигурки. Но здесь вот возникла такая идея, это обратиться, вы правильно заметили, да, к конописной традиции, традиции фресок 17 века. Это ярославские, ростовские фрески. И колорит, и орнаменты, и одежда здесь как раз использованы, да, вот оттуда. Очень радостный колорит живописи 17 века, очень такой вот он действительно праздничный, и мне кажется, что он адекватен и Рождеству, и святкам, и вообще традиционной культуре русской. Потому что колорит, краски, это все очень импонирует ярким, красочным русским костюмом и вообще цветовосприятию жизнерадостному такому русского человека. Мы первый раз показывали, вот вертеп ребятовозили на конкурс, потом был вариант, когда дети это показывали. И был такой замечательный эксперимент, мы показали это прямо вот на конюшне. То есть вертеп мы поставили на сено в конюшне, там были, действительно, головы высовывались настоящих живых лошадей, сидели дети, родители, и вот это действие происходило именно там. Вот, так скажем, в такой атмосфере, ну, вот действительно вертепа. Привлечение детей к подготовке – важнейшая часть проекта, ведь ради этого он и затевался. Есть несколько процессов погружения, вернее, несколько этапов погружения ребенка в работу взрослого. Это насматривание, повторение и творчество. Соответственно, дети сначала, даже если что-то не умеют делать сами, они просто смотрят. И, конечно же, вертеп делал я сам, пилил, строгал, вычерчивал чертежи, потому что детям маленьким даже лет до 12 тяжело еще заниматься с ручным инструментом. Поэтому они смотрят, как я работаю физически и какие-то вещи изготавливаю. Но мы их, конечно же, привлекли по полной программе в театральном действии. Мы вместе изучали сценарий, дети учили песни, они учились двигать фигурки, говорить голосами персонажей, и сейчас они полноценные участники наших рождественских спектаклей. Раньше на Руси празднование Рождества и Святок сопровождалось играми и потехами. Начнем с того, что в Святке были приняты уличные народные театры, когда колядовщики ходили в виде различных персонажей, пели песни и выпрашивали у хозяев еду, какие-то подарки и денежки. И вполне естественно, что в крестьянской среде, очень прочно связанной с животными домашними, с коровами, козами, коза являлась одним из любимых персонажей, потому что это домашнее животное, маленькое, бодливое, немножко своенравное, персонаж многих-многих сказок, которое при этом еще давало молоко. Крайне полезное. Поэтому неудивительно, что, опять же повторюсь, в крестьянской среде, прочно связанной с домашними животными, с их содержанием было принято в своих театральных постановках уличных использовать образы домашних животных. Козы, лошади, барана, ну там собаки и кошки нет, конечно, но тех, которые приносили в пользу именно в виде продуктов различных. Поэтому у коза это совершенно естественный персонаж. Вот ничего в ней более того нет. Так что ходили с козой. Исторически коза, она была с подвижной нижней челюстью. Иногда, вот видите, если я возьму веревочку и буду за нее тянуть, коза чакает. Иногда еще прибивали металлические пластины и получался более звонкий чакающий звук. Это деревенский образец с ушами. Ну, второй отломался, она другая была. Глядовали ее. Отломали один. Вот. А так вот, очень традиционная игрушка. Народный уличный театр был, как сейчас принято говорить, интерактивным. Актеры и зрители играли вместе. Роль первых была в том, чтобы увлечь вторых. И тогда веселье гарантировано всем. Сейчас мы попытаемся показать, как могли водить козу раньше в деревнях. Какого козу продают? Чего? Не слышно? Козу продают. А что твоя коза умеет делать-то? Хорошая? Плясать умеет. Плясать умеет. Ну, коза, пляши-ка нам. Ну, как-то коза, ну, пляшет, хорошо. А что она еще умеет делать, твоя коза? Молоко дает? Сколько литров в час молока? Десять. Выпивает десять. А сколько дает? То же самое. То же самое. Ну, слушайте. Ну, не знаю. Это не особо коза. Наверное, мы не будем ее брать. А кланяться, кланяться-то. Ой, что случилось-то? А что случилось-то с козой? Коза умерла. Умерла коза. Ой-ой-ой. Умерла беженый ты, хозяин. Что ж ты теперь будешь тебе с козой-то делать? Так. Что хозяин делать-то будем? Коза умерла на твоем дворе. Умер пряник. Поднеситесь. Ой, нахуй-то дергает. Мне кажется, нужно откупаться скорей и... Так. Что, пряник ест? Пряник ест. Наверное, живая. Так. Сколько надо пряников, чтобы твоя коза жила? Десять. Десять. Давай пять. Десять, да, все-таки? Десять. Ну, ладно. Давай все пряники отдавай. Мне кажется, заслужили они с козой. Ну, вот таким образом мы получали подарки к льдовщике и уходили к другому слову. У каждого народа были свои традиции празднования Рождества. И нет ничего плохого в том, чтобы знакомиться с чужими, но забывать свои точно не стоит. Это будет невосполнимая потеря. А пока у вас все еще есть время разучить колядки, смастерить вертеп, напечь козули, сделать украшения с традиционной росписью и обучиться народному христославению. Ведь смысл всех приготовлений к празднику состоит в том, чтобы каждым действием славить Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова